Восемь вечера в Украине. Время главных новостей дня. В студии Алексей Лихман. Приветствую вас. Разгромленный банк и захваченный отель. Самые последние новости о происходящем в центре столицы. Скелеты в шкафу полицейского. В чем еще обвиняют патрульного, застрелившего 17-летнего парня? По следам бронежилетного скандала подробности проверили, насколько надежная защита у наших солдат. Первая среди равных. Что за особый статус выбила Великобритания у ЕС? Чужой среди своих. В немецком парламенте обосновался особо опасный террорист. 20 февраля. Один из самых кровавых и печальных дней в современной истории Украины. Два года назад в самом центре Киева, на Институтской, расстреливали активистов, которые вышли на борьбу с режимом Януковича. Как страна и все мы встречаем годовщину революции достоинства, и что сегодня говорят на Майдане. Репортаж Татьяны Авийниковой. На этих кадрах хроника 20 февраля 2014-го. Самое кровавое противостояние революции достоинства, когда силовики открыли огонь по митингующим. Были убиты 105 человек. Их назвали «Небесной сотней». Это не просто цифры. Это друзья, сыновья, мужья, родные, которых потеряла Украина. Хлопцы лягали, когда выносили их. Это речки крови просто. Мы команда, те подписывают, берут телефоны, те документы, те спасают, те сердца запускают. Звонит телефон у одного хлопца загибшего. Звонит, 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 звонит. А священник отправляет остальную молитву. Все стоят, люди плачут. Тут священник берет телефон, а это мама звонит до дитини. И священник говорит, что вашей дитини уже нет. Сегодня на аллею Героев Небесной сотни люди шли весь день. Несли цветы. В поминальном шествии от памятного креста и часовни, потом на Майдан и до Михайловского собора прошли волонтеры-медики, родственники погибших и те, кто сам пострадал. Четыре Богу дякувать гумовые кули в обличье, втратив зир на левое оке, но выжив. Сегодня мы должны сделать такую мирную, спильную ходу именно от начала аллеев Героев Небесной сотни. Так, как хлопцы шли, большинство из них на погибель, поднимались наверх. Спустя два года после революции достоинства многие вышли на Майдан, чтобы встретиться с побратимами. Рассказывают, ждали перемен, ради которых и погибла Небесная сотня. Рассказывают, что ничего не изменилось, это неправда. Мы стали жить гірше. Нема верховенства права в нашей стране. То, что коеется, и то, что Верховная Рада не отправила у отставку, это очень прикольно. Нема верховенства права в нашей стране. Кто хулиганил и с какой целью, узнавала Ирина Романова. С самого утра в центре столицы полно полиции. Следят за порядком во время мероприятий по случаю годовщины Майдана. Впрочем, полицейские, митингующих не смущают. Проходя мимоотделения «Льфа-банка» на Крещасике, шествие приостанавливается, и молодые люди вдруг начинают бросать камни в окна здания. Затем сносят дверь, врываются внутрь и начинают крушать все, что попадается под руку на двух этажах. Расправившись с одним банком, митингующие отправились к другому, Сбербанку России, возле метро «Арсенальная». Пока шли, здание взяла под охрану Нацгвардия. Впрочем, это не помешало демонстрантам, среди которых были люди с шевронами ОУН, Айдара, Сечи, правого сектора и других батальонов, забросать и этот банк брусчаткой, кирпичами и облить зеленкой. Спустя пару часов о погроме напоминает только разбитое стекло. Зеленку с тротуара работники местного ЖЭКа практически смыли. Охрана банка немногословна. В Альфа-банке погром тоже не комментируют. Все, кто могут, они сейчас заняты, они дают показания следствия. По фактам хулиганства городская полиция открыла уголовное производство. Пострадавших уверяют, здесь нет подозреваемых тоже. Мы считаем, что это провокация. Знаем, кто может быть организатором этих заходов. У нас нет пока подозреваемых. Вы все видели в видео, мы его тоже изучим. И будем четко понимать, представители каких громадских организаций или добровольческих движений были подозреваемые к решению этих дней. Если хулиганов найдут, им грозит до четырех лет лишения свободы. Тем временем в соцсетях этот погром уже назвали большевизмом. Пикантности, пишет нардеп Борислав Береза, добавляя то, что это происходит во вторую годовщину Майдана и под красно-черными знаменами. Видимо, кто-то на Майдане именно за это стоял. Но точно не те, кто отдал свои жизни за новую Украину. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. А вечером появилась информация, что неизвестные захватили отель «Казацкий» на Майдане незалежности. Правда ли это? Узнаем у Павлины Василенко. Она на месте события. Павлина, скажи, так что там все-таки происходит? Алексей, добрый вечер. Правда, возле отеля «Казацкий» вход в него охраняют люди в камуфляже, которые представляются членами организации революционной правой силы. К слову, в нее входят представители правого сектора и военные АТО. Так вот, они говорят, что в актовом зале отеля у них проходит конференция, на которой они решают, что делать дальше и какие требования выдвигать. Но вот ничего конкретного о их дальнейших действиях мы не услышали, кроме общих фраз, что эти люди в камуфляже собираются отстаивать конституционные права украинцев. Что же касается легальности их пребывания в отеле, то они утверждают, что это не захват. Никто готель «Казацкий» не захватил. У нас была, взагалі, погода с керівницей попередним готелю, что нам дают готель «Казацкий» для перебивания тут людей, которые приедут защищать свои конституционные права. Мы людей сюда не поселяли, потому что нам сказали, керівництво изменилось, мы людей не поселяли, только конференційный зал маленький. Но мы не наголошили, сколько мы тут будем. Ну вот, чуть позже, недалеко от отеля, произошла стычка с нацгвардией, когда люди в камуфляже пытались установить палатку на Майдане. Нацгвардейцы им помешали, возникла словесная перепалка, ну а потом дело дошло до стычки. Ну а сейчас возле отеля все спокойно, как я говорила, стоят люди в камуфляже возле входа, теперь они уже не пропускают внутрь журналистов. И с черного входа отеля нам удалось заметить, как подъезжают машины и подвозят в отель спальники и палатки. Похоже, люди из революционной партии правых сил готовы восстановаться здесь надолго. Алексей? Ну да, судя по всему, пришли они туда не на один день. Спасибо, Павлина, за эту информацию. Это была Павлина Василенко. Она выясняла, что за люди сегодня поселились в отеле «Казацкий». Это в центре столицы. Ну а памятное мероприятие в регионах омрачила драка в Одессе. Кто и из-за чего пустил вход кулаки и как прошли акции памяти в других городах, далее в сюжете. В Харькове вспоминали события двухлетней давности у памятника Шевченко. Именно здесь стоял местный Майдан. В память о тех днях харьковчане развернули огромный флаг Украины и прошли с ним по центральной улице. Мы просто обязаны сегодня было выйти, помянуть наших хлопцев и взагалить, что было и что нам делать дальше. А вот в Одессе не обошлось без драки. С утра активисты разных евромайдановских организаций собрались на площади у здания обладминистрации, чтобы открыть памятный знак на месте будущего мемориала Небесной сотни. Но сначала одним не понравилось, что другие пришли с партийной символикой. А потом наиболее радикально настроенные активисты возмутились, что кто-то из чиновников произнес речь на русском. И началось. Поначалу перепалка, а потом потасовка. Схоминиться люди! Что вы делаете? Вы марнуете память людей! Схоминиться! Схоминиться люди! После того, как дерущихся разняли, церемонию продолжили. Священнослужители призвали присутствовавших к миру и согласию. Дайте належную память Небесной сотни! В Сумах несколько сотен горожан пришли к могиле Алексея Братушки. Ему было 38. Погиб мужчина два года назад от пули снайпера на Институтской. В Сумах его похоронили на Аллее Славы городского кладбища. И назвали в его честь улицу. Не мог сидеть, сложить руки, сложить руки. Не мог дивиться. Я им казала, сынок в Сумах Майдан. А он Киевский уйдет. В Сумский, говорю, тем более. И все оно покончится. Во Львове в память о героях сегодня звонили колокола всех церквей и соборов. С утра на Лычаковском кладбище горожане возложили цветы к могилам погибших и зажгли поминальные лампады. Во второй половине дня львовяне собрались на вече в центре города, где два года назад стоял местный Майдан. Там состоялся концерт-реквием в память о Небесной сотне. Анна Диденко, Лидия Калинина, Андрей Анастасов, Ольга Паломарюк. Подробности в телеканал Интер. Почтить память погибших на аллею героев Небесной сотни пришел сегодня и президент с супругой. Они также приняли участие в молебне в Михайловском соборе. Во время встречи с семьями героев звание Героя Украины и орден Золотая звезда посмертно присвоили Виктору Орленко. Награду получила его вдова. Глава государства поблагодарил родных погибших за помощь в расследовании преступлений против участников революции достоинства. Всего с ноября 13 по февраль 14 сообщил Петр Порошенко, вынесли 18 приговоров. В судах рассматривается еще 84 дела. 16 подозреваемых находятся в СИЗО. Всего же уведомления о подозрении получили около 300 человек. Что касается Януковича и его окружения, то Порошенко пообещал им суд. Заочный. Мы начинаем процедуру суду. Доказы собраны. И обвинувачивающий вырок должен быть принят. Потому что не только командиры Беркута, командиры внутренних войск, милиции должны нести за это ответственность. А тот злочинец, который организовал и надав, и выдав наказ. И сегодня же президент сообщил, что из плена освобождены трое наших бойцов. Обмен военнопленными первый за последние 4 месяца прошел под Марьинкой. Напомню, обмен всех на всех был одним из главных пунктов Минских соглашений. Но в ноябре боевики застопорили этот процесс по неизвестным причинам. Кому повезло вернуться домой и сколько еще украинских героев ждут этой возможности? Святослав Кухарчук далее. Полдень окрестностей Марьинки. Колонна переговорщиков ждет отмашку с той стороны. В этом автобусе пятеро боевиков и один священник. Именно их и должны обменять на наших бойцов. Претендентов на обмен, слово пленные переговорщики стараются не употреблять, даже поят горячим чаем в палатке спасателей. Но журналистам не показывают. Этот обмен первый за последние 4 месяца. И не похож на все остальные. В этот раз боевики сами стараются не затягивать процесс. За шестерых своих отдают троих наших. Колонна с нашей стороны уезжает в нейтральной полосе. И тут очередной сюрприз. Чуть ли не впервые обмен происходит на блокпосте боевиков. Пользуясь возможностью, наши переговорщики пытаются договориться с представителями так называемой ДНР о следующем обмене. Мы еще готовы более плотно поработать. Вот 25, скажем так, которые мы предлагаем. Вы 36, мы можем подвинуться. Давайте вот где-то к этому. Ну, смотрите, в Минске господин Фреша Звич озвучит если не раз формула 1-2. В любом случае, я тут... Мы готовы. Наших троих ребят встречают аплодисментами. Парни выглядят уставшими и замученными, но не скрывают радости. Сергей Горнага пробыл в плену 9 месяцев. Сергей Дмитрук Александр Макуха 15. Саша и четверо его побратимов попали к боевикам во время боя на окраине Дебальцева. Парень прошел все круги ада. Жить можно, но невыносимо домой хочется. То есть там все очень домой хотят. Патриотизм там у всех зашкаливает. Говорю сразу так, что ребята молодцы, ребята держатся. О долгих месяцах плена Сергей Дмитрук тоже вспоминает с неохотой. Говорит, сил придавали жена и двое детишек, которые ждут дома. Сначала было там тоже занятие физкультурой, можно так сказать. Потом, в принципе, уже больше-менее стабилизировалось, люди привыкли, уже никто не трогал. В плену у боевиков еще остаются 134 украинца. Среди них есть и гражданские, говорит Ирина Герасченко. Очевидно, что украинская сторона не может вважать, что мы выполнили наше завдание до тех пор, таки все украинские герои не будут звенены. Этот вопрос будет решаться на следующем заседании контактной группы в Минске. А вот освобожденных ребят уже с нетерпением ждут дома. Правда, сегодняшнюю ночь они пока проведут в Краматорске, чтобы хоть как-то адаптироваться после плена. Станислав Кухачук, Вадим Ревун и Горщепец. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. А ближе к вечеру стало известно, что освобожден еще один украинский боец. Вадима Кирпиченко, солдата 53-й бригады ВСУ, захватили боевики еще в августе 2015-го. Произошло это в районе Верхнетроицкого в Донецкой области. Содержали его в расположении незаконного формирования боевиков «Восток». Скандал с пробитым бронежилетом, который на днях демонстрировали в Верховной Раде, подошел к логическому завершению. Поврежденную пластину и еще несколько экземпляров отобранных в войсках испытали в специальной лаборатории. За процессом наблюдал и наш корреспондент Андрей Александр Пантелеймонов. На испытания бронежилетов едем в специальную сертифицированную лабораторию за сотню километров от Киева. На закрытом объекте военные готовятся к стрельбам. Тем временем бойцы Айдара предъявляют претензии. Бронепластины, которые установлены в чехлах черного цвета, бронежилетах «Корсар», они не пробиваются ни бронебойно-зажигательными, ни обычными патронами. Все в чехлах, которые находятся в серых, зеленых, синих, с заявленным таким же точно классом пробиваются обычным патроном. Подставных бронежилетов на испытаниях быть не может. Все экземпляры привезли сами айдаровцы. Прибыла сегодня утром машина, привезла оттуда. Все. Вы видите, да, это ношеные бронежилеты, это сняты с бойцов. Испытания будут проводиться не на открытом полигоне, а в закрытом специальном боксе. По сути, будет имитироваться стрельба практически в упор и стреляет здесь не человек, а специальное устройство. Будут испытываться разные пластины и стрелять по ним будут разными пулями. Первой на отстрел отправляется пластина, которую демонстрировали в Верховной Раде. На ней есть отверстие, но военные утверждают, это след от бронебойной пули. А эти жилеты четвертого класса защиты не рассчитаны на такие боеприпасы изначально. Сейчас же будут стрелять обычным патроном, после чего сразу продемонстрируют результаты. Руйнувания пластины нет. Глибина каверны меньше одного миллиметра. Отповедает четвертому классу защиту, заявленному классу защиту. Получается, уже пробитая пластина выдерживает обычную пулю. Потом проверяют пластины в черных чехлах, таких в армии около трети. Директор предприятия поставщика объясняет, эти пластины своеобразная волонтерская помощь вооруженным силам. При производстве их улучшают и они соответствуют даже не четвертому, а пятому классу защиты. Это то, что у меня позволяют средства, мои, личные, понимаете? Потому что я не могу усилить все, то есть выиграть тендер по четвертому классу, а поставлять по пятому, по шестому. Ну, какой-то процент мы усиливаем однозначно. Этот процент довольно высокий, процентов сорок. На тыльной стороне отверстия отсутствует. Плита выдержала. Усиленная пластина действительно выдержала выстрел бронебойной пулей. Такие пластины и стоят дороже, и весят больше. В армии их специально не распределяют, кому как повезет. Бронежилетов, которые не выдержали испытания, сегодня в лаборатории не оказалось. Александр Пантелеймонов, Даниэль Косяковский. Подробности телеканал Интер. Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции по Сирии, который предложила Россия. Что требовала Москва и что ответил Стамбул, знает наш собственный корреспондент. В проекте резолюции, который предложила членам Совета безопасности ООН Россия, Турция прямо не упоминалась. В документе содержались требования прекратить любые действия, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии. И идут в разрез с декабрьской резолюции Совета безопасности ООН, посвященной сирийскому регулированию. Впрочем, представители Москвы не скрывали, речь идет именно о Турции. В частности, это связано с ее военными операциями против сирийских курдов. Поддержки среди членов Совета безопасности документ не нашел. Представитель же Турции заявил, что его страна не планирует наземную операцию в Сирии. Турция не пойдет в Сирию, если это не будет коллективным решением, принятым Советом безопасности ООН или международной коалиции, в которую входит Турция. Это произойдет, если таким будет общее решение. И пока в Совете безопасности проходят дипломатические баталии между Анкарой и Москвой, французский президент Франсуа Аллан заявил, нужно разрешить разногласия между Турцией и Россией. Мы должны сделать все, чтобы избежать эскалации ситуации. Необходимо прийти к политическому решению. Я напомню, в конце прошлого года России и Западу впервые удалось договориться по сирийскому регулированию и принять совместную резолюцию. Впрочем, пока, по факту, вооруженное противостояние в Сирии продолжается. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. 60 суток домашнего ареста. Такую меру пресечения избрал Соломенский районный суд Киева прокурору ГПУ, который предлагал взятку за кресло в Национальном антикоррупционном бюро. Напомню, в среду его поймали на взятки сотрудники. Нацбюро предлагал 10 тысяч долларов членам кадровой комиссии за назначение его на должность руководителя отдела детективов. Если вина прокурора будет доказана, грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества. Патрульный Сергей Олейник, который застрелил пассажира БМВ во время погони, ранее работал следователем в Абалонском райотделе милиции столицы и якобы фальсифицировал уголовные дела в отношении Автомайдана в январе 2014 года. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Игорь Луценко. Сообщил, планировал брать Олейника на поруки, но с учетом новых обстоятельств теперь не уверен, стоит ли это делать. Адвокат задержанного Олейника подтверждает, да, его подзащитный действительно работал следователем и допрашивал автомайдановцев, но заявления о фальсификациях безосновательны. Олейник прошел переаттестацию и никаких претензий к нему не было. Если Игорь Луценко имеет доказательства этого, если есть уголовное дело в отношении Олейника, если он на этом не располагает документы, очень бы хотелось на них посмотреть. Мне известна абсолютно другая информация. Никаких уголовных дел в отношении Олейника нет. Скандал в Германии. Немецкие журналисты выяснили, что в парламенте работает некогда один из самых разыскиваемых террористов страны. Кто он и как попал в Бундестаг, знает Татьяна Лагунова. Бундестаг, одно из самых охраняемых учреждений Германии в здание, опускают строго по пропускам, на входе тщательно досматривают. И вот оказывается, что несмотря на все меры безопасности, в парламент может спокойно зайти бывший террорист. И не просто зайти, но и устроиться в Бундестаг на работу. Кристиан Клар в прошлом один из лидеров немецкой террористической организации РАФ, фракция Красной Армии. На счету группировки, которая почти 20 лет назад объявила о самороспуске, политические убийства, взрывы, банковские налеты и даже угон самолета. Клар не только разрабатывал самые громкие операции РАФ, но и принимал в них участие. Был арестован в 1982-м и приговорен к пяти пожизненным срокам. Но в тюрьме отсидел всего 26 лет. Его помиловал президент Германии. После того, как Клар вышел на свободу, о нем ничего не было слышно. И вдруг сенсация. Бывший террорист работает в Бундестаге. Уже три с половиной года помощником депутата от партии «Левая» Дитера Дема. За 300 евро в месяц Клар ведет интернет-страницу парламентария. Эта новость вызвала в Германии настоящий скандал. Коллеги по парламенту требуют от Дитера Дема уволить помощника. Сам депутат оправдывается. Мол, таким образом, хотел помочь Клару, который отбыл наказание, интегрироваться в общество. Останется ли Кристиан Клар работать в Бундестаге, пока непонятно. Этот вопрос будет рассматривать специальная парламентская комиссия. Но, скорее всего, ему придется уйти. Хотя бы потому, что он до сих пор не раскаялся в содеянном. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В зоне АТО под Авдеевкой четверо военных получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков. На Донецком направлении противник применяет тяжелое вооружение. Из запрещенных минометов боевики ведут огонь по Луганскому, Новгородскому, Авдеевке, Опытному. Подробнее Ирина Баглай. Украинские солдаты только решили пополнить запас дров, как в их сторону начали стрелять боевики. К таким обстрелам наши уже привыкли. Крупнокалиберные пулеметы и ручные гранатометы – основное оружие, из которого противник ведет огонь по крайним украинским позициям в районе Донецкого аэропорта. Последнее время стреляют днем и хаотично. А вот ночью подтягивают тяжелую технику. Появление вражеских танков и подвоз боеприпасов для боевиков наша разведка зафиксировала и в самом аэропорту. Кажется, когда-то самую горячую точку на карте АТО сейчас боевики оставили без внимания. Основные действия идут западнее. Но украинцы не исключают. Это очередная военная хитрость. Если бы готовить где-то прорыв, нужно делать несколько таких псевдо-прорывов, чтобы отвезти резервы в тому направлении и оголить где-то частину. Из тяжелого оружия террористы из бандформирования Сомали стреляют в сторону опытного. Бьет противник прицельно по нашим солдатам. На разбитых позициях приходится передвигаться очень быстро. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук из-под Донецка. Подробности телеканал Интер. Особый статус для Великобритании и победа для Кэмерона. Двухдневный саммит ЕС завершился очень удачно для Лондона. Какие привилегии получит страна и каковы шансы на выход Британии из Евросоюза продолжит наш британский спецкор Светлана Чернецкая. Великобритания получила еще больше прав. Она и раньше выделялась среди стран Евросоюза, не вошла в шенгенскую зону и осталась при своей валюте. И вот очередные уступки от Европы. За Британией закрепляют особый статус. То есть ей официально разрешили держаться особняком от ЕС. Обещают и финансовую защиту, но главное Лондон добился отмены пособий для мигрантов из европейских стран на 7 лет. Это был самый противоречивый пункт, но премьер Кэмерон настоял на своем. В ЕС не скрывают, им пришлось пойти на поводу у Лондона. Не за горами в Британии референдум о выходе из Евросоюза. Нужны были веские основания, чтобы страна решила остаться в ЕС. Я глубоко убежден, что Великобритания нуждается в Европе, а Европе нужна Великобритания. Мы сделали все, чтобы не разрушить нашу связь. А премьер Кэмерон демонстрирует чудеса выносливости. За двое суток он спал в лучшем случае часов пять. После позднего английского ужина в Брюсселе он отправился в Лондон и уже утром вызвал на Дауниен-стрит всех министров, чтобы рассказать о подробностях встречи. После заседания огласил дату референдума о выходе из Евросоюза. 23 июня. Но еще раз подчеркнул, выбил у ЕС лучшие условия исключительно для того, чтобы страна осталась в Союзе. Будет ли нам безопаснее и лучше? Будем ли мы сильнее, работая вместе с реформированной Европой или сами по себе? Я полагаю, что лучше в реформированной Европе. Это исторический день. Последний раз такое внеочередное субботнее заседание правительства было в 1982-м во время Фолклиндской войны. А сейчас начался обратный отсчет до референдума, который может изменить будущее страны. И сейчас из Брюсселя поле боя переносится непосредственно в Британию. Уже известно, что в разрез линии правительства некоторые министры все же будут агитировать за выход из ЕС, требуя вернуть полную независимость стране. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Этой ночью на 84-м году жизни скончался писатель Умберто Эко. Сегодня весь день к его дому в Милане несут цветы. Последний роман Эко, нулевой номер, увидел мир совсем недавно, в прошлом году, а известность пришла к нему еще в 80-х. Первый роман «Имя розы» сразу же был экранизирован. Благодаря такому резонансу и успеху, каждую следующую книгу писателя мир ждал с нетерпением. Умберто Эко – автор семи романов и многочисленных научных работ. Сам он неоднократно подчеркивал, что является скорее философом, а романы пишут только по выходным. Звезды без грима. Кабло можно встретить в супермаркете, а кого в уличной закусочной. Наш обзор о самом интересном. Перекус во время судьбоносного саммита. Ангела Меркель поужинала в брюссельском фастфуде. В перерыве канцлер Германии выбежала из зала заседаний в уличную закусочную и отведала знаменитую бельгийскую картошку фри. Приправив андалузским соусом, Меркель съела целый пакет фриты. А уже через пару часов вместе с другими лидерами Ангела Меркель проголосовала за новое соглашение между Великобританией и ЕС. Адель без грима. Знаменитую британскую певицу застукали в дешевом супермаркете. Адель выбирала косметику и книжки для своего трехлетнего сына. Пуп-дива на счету которой 75 миллионов долларов была совершенно не накрашенной в растянутой майке и штанах, зато в сопровождении охранников. Музыкальный банкрот. Рэпер 50 Cent пытается доказать миру, что все еще богат и буквально купается в деньгах. В соцсетях он размещает ролики и фотографии, на которых пачки денег повсюду. Такое поведение 50 Cent вызвало недоумение судьи, которая ведет его дело о банкротстве. Она заподозрила, что рэпер скрывает от правосудия свои истинные доходы. Улучшить настроение можно теперь, просто надев наушники. Особое. Выглядят они совсем как обычное. Новинка генерирует слабый электрический заряд, который через ушной канал возбуждает блуждающий нерв. Все это стимулирует выработку в мозге дифамина, что вызывает чувство удовольствия. Разработчики девайса отмечают, в таких наушниках будет не только приятно слушать музыку, но и учиться. Завтра в 20.00 не пропустите подробности недели. И вот о чем, в частности, с вами поговорят авторы программы. Не пропустите в подробностях недели. Ровно 8 вечера. Воскресенье. Коалиция, которой больше нет. Мы оппозиция. Мы счастливая европейская принциповая оппозиция. Треба спрогнозувати шансы на створение новой коалиции. Если они створят, Господь с ними. Кризис без власти. Отставки или новые выборы. Чем обернется для нас с вами депутатский праздник непослушания? Будем продолжать политические консультации. Под конвоем на родину. Конечно, домой хочется. Когда наши дальнобои вернутся домой? Отпускают, едем. Значит, все равно. От кого в Украине охраняют россиян? Полиция может сопроводить. Почему бы и нет? Тем более, это совершенно бесплатно. И чем обернется транзитная война? Вся правда. Взгляд из кабины фуры. Расстрельная совесть. Почему следствие по Майдану останавливается? Передавать справа нема кому. А мы повноважения не маем. То есть расследование зупиняется. Кому выгодно скрывать настоящее обстоятельство трагедии? Все ответы в подробностях недели. Ровно 8 вечера в воскресенье. А с главными событиями недели следующей уже с понедельника вас будет знакомить моя коллега Наталья Белышева. Я с вами прощаюсь ненадолго. Субтитры подогнал «Симон»